Привет! Вы на канале Взлет! Меня зовут Ольга. В этом видео мы, наконец, с вами обсудим пудровые тени для бровей. Фото в Сочи я уже показала в баблике, а сейчас мы с вами рассмотрим их поближе и обсудим, как правильно использовать. Поехали! По информации о Трифлей мы видим, что это уникальные тени для бровей, удобные в использовании, невесомые и предназначены они для моментального создания идеальных бровей. Вес 1,5 грамма. Страна производства Италия и срок годности с момента вскрытия 12 месяцев. Выходят тени в двух оттенках и мне очень импонирует то, что каждый оттенок представлен в футляре своего цвета. Это безумно удобно в косметичке, вы сразу берете нужное, не тратите время на поиск. Сам продукт небольшой, выполнен в точно таком же футляре, как и другие продукты для бровей. Гель-фиксатор, тушь. Аппликатор очень удобный, продуманный и благодаря ему тени точно наносятся, покрытие получается невесомым, закрашиваются необходимые участки, можно сделать растушевку и легко придать бровям форму. Когда я показывала в баблике, в телеграм-канале в своем видеокружочке эти тени сводчи, то видно было, что прям очень сыпучий продукт. Поэтому аппликатор мы сейчас будем пользоваться крайне аккуратно. Давайте сначала посмотрим сводчи. Первый оттенок 47481, светлый коричневый, софт браун. И даже когда вот достаешь, смотрите, не знаю, будет ли вам видно, аппликатор из футлярчика, то прям какое-то облачко этих теней высыпается. То есть здесь абсолютно не кремовая текстура и тени вот самые что ни на есть сыпучие. Светлый оттенок выглядит неплохо, но опять же с этим надо что-то делать, чтобы лишнего не осыпалось. Может быть наносить небольшое количество, может быть как-то вот так сдувать, да, как в фильме. Но имейте в виду, что вот у этих теней такой момент присутствует. Выглядят неплохо. Для блондинок, мне кажется, это отличный оттенок и в принципе выбирать несложно. Вот я темненькая, да, назовем так, девушка. И я беру следующий тон 47482, средний коричневый, medium brown. Мне первый вообще никак не подойдет. Вот опять я открыла и опять облачко у меня высыпалось. Поэтому, не знаю, может быть какими-то прибивающими движениями. Но вот смотрите, я аппликатор прислоняю и просто... Ой, они даже сыпятся из футлярчик, поэтому не переворачивайте его. И просто тени у меня, знаете, как рассыпчатая пудра. Они даже вот не впечатываются в кожу. Когда я их потом смывала после того, как делала вот своч на руке для телеграм-канала, они вот смываются просто даже водой. То есть стойкость здесь у этого продукта минимальная. В итоге я вижу, что пользоваться этими тенями надо крайне аккуратно. Особенно темным оттенком, который я сейчас буду наносить. И предназначены они только для того, чтобы закрашивать необходимые участки. Можно, конечно же, брать кисточку, смачивать ее, пытаться набрать тени с аппликатора. И выводить какие-то графичные нюансы. Но это, знаете, для меня лично такие танцы с бубнами. Поэтому сейчас я буду делать три варианта бровей с двумя. Не знаю, как я буду делать три. Ну, давайте попробуем. Которые можно нарисовать с помощью этих теней. И первые брови у нас будут натуральные. И для того, чтобы их сделать, мы будем использовать тени и тушь. В любом варианте всегда требуется еще какой-то дополнительный продукт. Потому что, еще раз подчеркну, сами тени только заполняют какие-то свободные участки. Предварительно берем щеточку. Я думаю, у каждой девушки подобное есть. Либо кисточку от высохшей туши. Для того, чтобы расчесать брови. Модные брови, с чего начинаются любые сейчас? Правильно, зачесываем все волоски вверх. И тем самым мы укладываем бровь. Если вы увидите, что какие-то волоски выбиваются, берете очень острые ножнички. И сверху подрезаете все, что торчит. То есть, бровь у нас растет в моде, в трендах. И исключительно по направлению вверх и чуть-чуть вбок. И теперь берем мы, делаем натуральные брови, я вам напомню. Тени в оттенке средний коричневый. И очень аккуратно начинаем заполнять неровности. Вот смотрите, бровь у меня появилась. Но вместе с бровью у меня появились тени на моей щеке. И как их стряхивать, честно говоря, я не знаю. Когда уже сделан макияж. Поэтому сначала оформляем брови, если вы будете пользоваться этим продуктом. А потом уже все остальное. После того, как я нанесла тени, я беру щеточку и повторно еще раз прочесываю. Дабы распределить внутри по коже, между волосками продукт. И надо сказать, бровь-то у меня появилась. И теперь бровь мы делаем натуральную. Что такое натуральное? Значит, у нас нет никаких графичных элементов. Мы берем тушь и тушью еще дополнительно укладываем волоски, фиксируем их. Чтобы они лежали у нас целый день в одном направлении. С помощью такого способа мы, конечно же, форму бровей изменить не сможем. Мы только сделали ее более яркой. Чтобы изменить форму, можно воспользоваться этими тенями другим способом. Для этого нам потребуется либо карандаш для бровей, например, двусторонний Джордани. Либо вот такая помада, у которой есть тонкая кисточка в крышечке. И с помощью этой кисточки вы можете вывести уголок. Давайте я сейчас не буду делать именно этот способ. Потому что мне интересно опробовать с вами вместе третий. Но суть вы поняли. Вы можете бровь с помощью этой помады чуть-чуть поднять. Ну, давайте капельку совсем. Можете поднять вот здесь верхний уголок. Вы можете вывести форму туда, куда вам нужно. Вы можете приподнять внешний угол чуть-чуть повыше, его сделать пониже. Здесь вы можете удалить волоски и регулировать открытость вашего взгляда. Ну, в общем-то, настраивать нужную вам форму в зависимости от эффекта, которого вы хотите добиться. Правила оформления бровей уже незыблемые многие-многие годы. Вы берете любой карандаш и кисть и прикладываете через точку на носу, через внутренний уголок глаза и вверху у вас должно быть начало. Через зрачок, вы смотрите на себя в зеркало, у вас высшая точка брови. И отсюда же начинается, и через зрачок здесь будет высшая. И по внешнему уголку глаза вы выводите хвостик. То есть за эти точки вы не заходите. Есть еще один вид бровей трендовых и модных. Они называются с эффектом ламинирования. И чтобы подобное создать, мы берем к нашим теням еще дополнительно гель-фиксатор. Недавно в Баблике вы меня поинтересовались, как мне этот продукт. Мне очень нравится. Удобная кисточка. Эффект мне нравится, что брови лежат. Они зафиксированы действительно в том положении, в котором мне нужно. Они не имеют оттенка, блестят. Такой здоровый блеск толстых волосков на бровях. Единственный есть момент, что когда этот гель смешивается с другими продуктами для бровей, соответственно, на бровях у него появляется какой-то белесый оттенок, который переносится на брови. Поэтому требуется его посильнее распределить, чтобы на волосках было минимальное количество средства, чтобы вот этот беленький какой-то налет его убрать. То есть сам гель прозрачный, но в перемешку с продуктами он приобретает оттенок, за которым требуется следить. Во всем остальном абсолютно меня устраивает. И делаем брови с эффектом ламинирования. Вычесываем снова вверх волоски. Так, как мне так развернуться, чтобы вам было хорошо меня видно. Ой, снова берем эти тени. Так, пах. И опять у меня вот, когда я достаю, опять у меня чуть-чуть выспалось. Дотрагиваюсь до брови. Ну, вот бровь сразу появляется. Да, мы же все это видим. Это очень классно выглядит. И берем снова кисть. В общем-то делаем то же самое, что и с тушью. Единственное, тушь нам придала оттенок, а гель-фиксатор, он придаст просто блеск, без оттенка. И кистью распределяем. Берем гель-фиксатор. Удобная щеточка здесь, прям суперудобная, небольшая. Но на нее почему-то вот цепляется много средства. Бровь получается такая блестящая, классно выглядит. Вот от туши такого эффекта, кстати, нет. А вот от этого геля действительно появляется вот этот эффект ламинирования. И еще укладывает очень хорошо эта кисть абсолютно в любом направлении, которое вам нужно. Я видела еще один вариант, правда не с помощью теней Арифлейм, а другого бренда. У девочки я подсмотрела. Она берет вот эти тени, вот так только открываем, чтобы они, если высыпаются, оставались... Нет, они не остаются. Они в разные стороны рассыпаются. И берем мы кисть, чуть-чуть набираем мы на кисть и выводим, как будто бы мы прорисовываем волоски. То есть мы мало того, что еще отдельно укладываем, это тоже я видела модные такие тенденции, чтобы волоски были вот не все вместе лежали, а каждый отдельно. Но это если у вас достаточно волосков на бровях. Еще и прорисовываем с помощью этой кисти. Ну, честно, большой разницы не вижу с кистью или просто я гелем уложила. Но, тем не менее, если у вас волосков много, то можете поэкспериментировать и таким способом. Еще давайте сравним пудровые тени для бровей с набором для макияжа глаз и бровей. Мне очень нравится этот набор. Я беру его всегда с собой в поездки, потому что можно и века затемнить, и сделать яркий макияж глаз. И тут же оформить брови. И вот светлого оттенка в наборе нет в этом. А темный оттенок плюс-минус по тону подходит к одному из рефилов. И давайте подведем итог. Оттенки красивые для блондинок и для брюнеток. Выбрать очень легко. По нанесению брови оформляете вы сначала с помощью этого продукта, потом делаете остальной макияж, потому что текстура очень сыпучая. Не переворачивать флакончик, потому что полтора грамма начинают высыпаться сразу на вас и на все, что вокруг вас находится. Также для оформления бровей с помощью данных теней желательно дополнительно использовать еще какие-то продукты. Как минимум кисть, вот такую либо щеточку, чтобы распределить тени внутри волосков. В целом делают эти тени брови яркими и в макияже их использовать можно. Если вам был интересен и полезен обзор, то ставьте лайк под этим видео. Пишите обязательно в комментариях ваши отзывы на данные тени. И возможно у вас есть какие-то лайфхаки, которыми вы хотели бы поделиться. Ну и конечно же подписывайтесь на канал Взлет ВК и на YouTube. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления и посмотреть новые видео о новинках Арифлей на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!